Самокат не просто модный гаджет, а важный рабочий инструмент. Доставлять еду, находящимся в самоизоляции, так гораздо быстрее, чем пешком. Впрочем, это не всегда безопасно. Иногда на тротуарах большой поток людей. И чтобы не создать аварийных ситуаций, приходится как-то быстро включать голову. Илья, как и другие владельцы таких средств передвижения, до сих пор считается пешеходом. И это несмотря на то, что некоторые модели самокатов позволяют катающимся на них пешеходам разгоняться до 80 км в час. Они лавируют на тротуарах и выскакивают на проезжую часть. Таких видео в интернете все больше. Только за прошлое лето больше полусотни пострадавших в ДТП с электродевайсами. Если на тротуаре травмы получают пешеходы, то на проезжей части жизнью и здоровьем рискуют уже сами водители двухколесного транспорта. Вот запись с камеры видеорегистратора. 11-летний ребенок на самокате на полном ходу врезается во внедорожник. Я была у него помехой справа, он был у меня слева. То есть по правилам дорожного движения я имела право двигаться. Впрочем, правила дорожного движения в таких подробностях те, кто перемещается на так называемом малом электротранспорте, по закону знать не обязаны. Просто потому, что они не водители. В попытках успеть за техническим прогрессом Минтранс подготовил поправки. Где можно ездить и с какой скоростью. Пользователи электросамокатов, моноколес и сигвеев выделяют в отдельную категорию участников движения. Им запретят выезжать на автомагистрали и проспекты. Лица, использующие средства индивидуальной мобильности, это новая категория участников дорожного движения, которую необходимо зарегулировать. Ребенок до 7 лет сможет кататься на тротуаре, но не быстрее 20 км в час. С 7 до 14 сможет выехать на велосипедную дорожку. Райдеры постарше при отсутствии велодорожки получают право выезжать на край проезжей части. Были учтены все особенности индивидуального электротранспорта. Данные поправки, надо сказать, судя по опыту других стран, являются одними из самых прогрессивных в мире. После того, как в прошлом году в Париже мужчина на самокате сбил на пешеходном переходе женщину с младенцем на руках, двухколесных поставили в жесткие рамки. На пешеходных улицах разрешили ехать не более 6 км в час. Такие меры объясняют просто. Те, кто использует этот удобный вид транспорта, в авариях часто виноваты сами. Не надевают шлем, ездят подвое, быстро и против движения, не останавливаются на красный и не пропускают пешеходов. Для России это явление новое, модные электродевайсы только набирают популярность. Поэтому не исключено, что в поправке Минтранса еще будут сноситься изменения. Всякая поправка должна обеспечивать, повышать безопасность дорожного движения для участников дорожного движения. Новый участник дорожного движения, который предлагается Минтрансом, не обеспечен площадками для передвижения. Насколько удастся вписать транспорт будущего в современную дорожную сетку, станет ясно совсем скоро. Поправки Минтранса пройдут экспертизу до начала лета.